Матхусь привет всем, друзья! Привет, Кишенька! Мне сказали, что это пищевой мел. Я его попробовал и говорю, что вам не надо, потому что он невкусный. Вот, значит, я хотел рассказать задачу со сборов, которые у нас были в декабре. Что хочется уметь делать? Дано уравнение. А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат равно К умножить на АБЦ, где К принадлежит нейтральным. Опять запахло той задачей, где Холивар с Борей Трушиным, да, с этой самой задачей с ЛФИ, опять запахло. Там было А квадрат плюс Б, квадрат равно К АБ. Нужно было декабре, что К равно двум. Интересно. Ну, значит, нам нужно, значит, АБЦ. Целое. Это принадлежит, соответственно, натуральным. Все натуральное, больше нуля, да, все? Да. И мы хотим искать решение. Вот. И вопрос, при каких К у нас, соответственно, бесконечность в слове решения, при каких К решения нет вообще, а при каких их только конечное число. Ну и сколько, соответственно. Ух ты. Вот. Эта задача у нас была на сборах. По математике или по математике? По математике, да. Блин. Вот. Собственно, можете подумать. Да, это обобщение твоей задачи фактически. Да, для некоторых К сразу находится. Сейчас. Я помню. Ну, не совсем. Нет, не обобщение. Ну, не совсем. Нет, не обобщение. А в кубе плюс С в кубе равно 3 АБЦ, я бы сказал. Но если квадраты. Так, если квадраты. Не, ну, конечно. Ну, короче, вы подумали, я надеюсь, да. Ну, какие ты видишь решения? Для каких К ты видишь решения, например? Ну, например, если взять К равно 1. Для трех. Если К равно 3 взять, да? Да. А равно РБ равно 2 и С равно 1. Сказал. Капитан очередность, да? У нас, например, есть решение вот такое. Да, есть. Так. Ну, дальше я возьму 12. И тоже будет решение. К равно 12? Да. А равно РБ равно С равно 2. Ну, и так далее. Что, нет? Ну, 4 плюс 4 плюс... Ой. Ой. Нет, не будет. Тут что-то... Я глякаю. Я глякаю. Да, тут лишнее появляется. Да, появляется лишнее, конечно. Я удивился. Ну, вообще, надо просто подставить решение и сказать, какая получилась К. То есть, берем, скажем, А равно 1, Б равно 2, С равно 3. А, не получится левость. Ну, попробуй. Да. Это да. Не получится левость. Ну, тогда, тут есть еще одно. А, Сцу... Да. Вот, то есть, мы пока знаем решение, что у нас есть хотя бы одно решение, только для К равно 3, так? Пока да. Ну, хорошо. Ну, давайте возьмем, например, К равно 1. Если. Ну, самый тривиальный случай. Да. То есть, мы хотим искать вот такие решения. Допустим. Можешь ли ты мне представить какое-нибудь решение? Могу. Давай. А равно Б равно С равно 3. Да. Здесь есть еще одно очень интеллектуальное решение. Да. Я не видел, честное слово. Вот такое, да. Я, честное слово, не видел. Ну, это понятно, это видно, в принципе. Вот. Круто. Хорошо. Значит, мы знаем, что для К равно 1 и 3 у нас есть хотя бы одно решение. Да. А если мы, допустим, возьмем К равно 2? Ты мне можешь представить какое-нибудь решение? 2, Б, С? Да. Я хохом и бутылка ровом. Так. 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 А корней с С. Что? Сейчас. Мы натуральненько. А корней с С минус Б корней с С. Нет. Не так. Так. Не получается выделить. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подожди. Давай я вот сделаю какой-нибудь. Так. 2, А, Б, С. Значит, в начале здесь... Эксклюзивная информация, Саватеев пытается придумать решение. Сейчас. Здесь должно быть четное. Правильно? Четное. Значит, если здесь все три нечетные, ничего не выйдет, говорит Куртан. Действительно. Если здесь все три четные, двоек маловато, да? Сейчас. Ну, подожди. 2, значит, все-таки 2 квадрат плюс 2. Тогда тут выносится 4, а там 16 получается. Да, там слишком много. Так, сейчас. То есть... Так, хорошо. Если одно нечетное и два... Нет, одно четное это А. И два нечетных. Отсюда идет 2 по модулю 4 и ничего не выйдет. Значит, итак... Рассмотрим минимальную степень делимости на 2 у какого-нибудь сисел, например, в А. Да. Но если у двух из трех будет... То есть, если они все делятся на одну и ту же степень двойки, то мы уже знаем, что это все равно нечетные все три, и это не получается. Когда мы сократим. Ну, 2 в степени. А, нет. Тут 2 в степени n. Да. 2 в степени... Ну, хорошо. Если они делятся на одну и ту же степень двойки... Да, то тогда она выносится 2 в степени 2n умножить на нечетное число, да? Равно 2 на 2 в степени 2n на 2 в степени 2n на 2 в степени n. Здесь слишком много двоек. Да, но может, тут еще что-нибудь будет. Нет, здесь будет нечетное. Сумма трех нечетных. То есть, если А равно 2 в n на нечетное, В равно 2 в n на нечетное, С равно 2 в n на нечетное, тогда ничего не выйдет. Потому что тут у нас 2n выносится, а тут... 2 в n плюс 1. Ой, тут 2 в n, а здесь 2 в степени 3n плюс 1. Да. Ясно, что не выйдет. Тогда... А, все-таки у нас обязательно разные степени двойки будут. Либо 2 младших, одна старшая, либо... Я правильно понимаю, что ты сейчас пытаешься доказать, что нет решения? Ну, да. Пытаюсь. В принципе, пытаюсь. Значит, 2 в n на нечетное Х плюс 2 в n на нечетное Х плюс 2 в n плюс Катый... Ой, Y. Плюс 2 в n плюс Катый на нечетное Z равно 2 в степени дохрена. Это ты берешь, если две одинаковые. 3n, да. 3n плюс К плюс 1 на Хуз. Ну и вот здесь вопрос, потому что Х и Y могут в сумме дать... Так. Ну да. Да, непонятно. Ладно, ну короче... Не могу пока понять. Не буду тебя мучить. Я не знаю решение степени двойки, хотя, возможно, оно и есть. Вот. Но ты правильно угадал, что решений действительно нет для К равна 2. Вот. Так. И как доказать? Но сначала... Сначала мы что хотим? Мы хотим выяснить, конечное или бесконечное число решений вот в этих вот двух случаях. А, да, хорошо. То есть мы знаем одно, но, возможно, их будет больше. И вот тут нам приходит ключевой метод задачи, который называется прыжки вието. Ух, прыжки вието. Вот. Самая непонятная вещь на свете. Вроде такая простая и жутко сложная. Ну да, наверное. С 88-го года эта задача великая. Знаешь, да, задача великая? Да, ты говорил вроде бы. А квадрат плюс B, когда делится на АВ, доказать результат полный. У нас она была первая на сборах как раз на эту тему. Ой, это вообще, да. Вот. Ну, давайте возьмем. Допустим, у нас есть решение, соответственно, вот этого уравнения. А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат равно K, B, C. Вот. Ну, давайте перенесем в левую часть. У нас получается вот такое уравнение. Так. Плюс C квадрат равно нулю. Теперь, ключевой момент. Давайте рассматривать это уравнение как квадратное относительно А. Да. Вот. И мы знаем, что у него есть хотя бы одно решение, потому что АВ, С это тройка вот этого. Да. Но тогда у него есть также второе решение. Возможно, оно совпадает с первым. Да. Если дискриминант 0, либо они различные. Да. То есть есть еще какое-то А1, которое решение. Да. Хорошо. Теперь, соответственно, запишем теорем Вьета. Да. В честь чего, собственно, она названа. Да. Значит, как она выглядит? А1. Либо А плюс А1. Либо плюс, либо умножить. Это КБЦ. А. КБЦ. Безусловно. А на А1. Равно В квадрат плюс С квадрат. Это В квадрат плюс С квадрат, да. Так. Хорошо. Вот. Теперь А1 это какое-то другое решение. Дальше. Заметим, что, во-первых, А1 будет целое из вот этого, потому что вот тут у нас целое число, и вот тут целое число. Да, конечно. Вот. Ну, просто мы можем писать, что 1 это КБЦ минус А. Вот. Это число целое. Да. А отсюда замечаем, что оно положительное. Потому что А1 это В квадрат плюс С квадрат делить на А. Да, конечно. Ну, и вот это, понятно, положительное. Ну, и тут положительное. Да. Вот. Значит, мы получаем, что это второе решение, оно тоже принадлежит натуральному. Да. Вот. Второе или то же самое. Да, второе либо то же самое, если А равно 1. Да. Вот. Но это значит, что тройка А1, В, С нам тоже подходит. Да, конечно. Вот. Ну, просто потому, что у нас выполняется это равенство. Ну, да. Вот. А теперь что мы хотим сделать? Мы хотим сделать так, чтобы… Давайте сначала вот так сделаем, что А меньше либо равно, чем Б и меньше либо равно, чем С. Это без ограничения общности мы предположим. Вот. А теперь мы хотим, чтобы А1 стало больше, чем А. Если мы докажем, что А1 на самом деле больше, чем А, то это будет другая тройка, которая тоже является решением. Потом мы возьмем вот эту тройку и из нее получим уже новое решение. Да. Ну, соответственно, тут уже будет другой минимальный элемент, потому что… Сейчас. А 1 меньше, чем А или больше? Мы хотим доказать, что 1 больше, чем А. Вот у нас есть одно решение, вот это вот. Да. Это, ну, условно, вот это или вот это решение. Да. И мы хотим из него получить второе решение, которое больше, например, по сумме. А, больше, да. Потом мы применим тот же самый метод и получим из этого решения еще одно решение, которое снова больше по сумме. А, ну, при этом это может за Б зайти или не зайти? Это как раз гарантированно зайдет за Б. Потому что иначе мы снова получим А, Б, С, у которого сумма меньше. А мы хотим… А мы знаем, что сумма должна быть больше. Ну, короче. Давайте просто докажем, что 1 больше, чем А. Да. Ну, это легко сделать. А, ну, понятно, следующее решение должно быть снова А, если бы оно не выросло. А у нас следующее решение больше. Да. Потому что мы докажем, что 1 больше, чем А. Да. Значит, и так. Вот, значит, как доказать, что 1 больше, чем А? Ну, давайте возьмем вот эту штуку. Значит, если 1 меньше, чем А, то тут у нас будет стоять А квадрат. Да. А вот тут у нас Б квадрат без С квадрат, и мы знаем, что Б квадрат, он хотя бы А, ну и С не нулевое. Ну, С, да, С тем более больше. Ну, и значит, мы получаем, что как раз А квадрат. Да. Там же еще видно, наверное. Меньше, чем, ну, мы знаем вот эту штуку. Из вот того неразерства. Ну, тогда если мы возьмем А1 меньше, чем А, то у нас тут еще меньше получится. Значит, отсюда мы получаем, что А1 больше, чем А. Ну, да, да, вроде да. Вот. И теперь что мы получили? Мы получили, что А1 больше, чем А принадлежит натуральным. Значит, у нас есть новая тройка решения, которая тоже подходит вот в это уравнение. И до бесконечности. Вот, а потом мы берем и то же самое делаем с этой тройкой. Давай попробуем провести. И она каждый раз увеличивается по сумме, поэтому они никогда не повторятся. И значит, у нас просто бесконечное число решений. Дай попробуем провести это вот здесь. Давайте. Вот, это ладно, это слушатели проведут. А мы проведем вот с тем. А дальше ты скажешь, как доказать, что решений нет в случае К равно 2, да? Да, ну, на самом деле я докажу сначала, что нет решений в случае К больше, чем А4. А потом уже К равно 2. О, как интересно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, значит, вот у нас тройка А1, 1, 1. Сейчас я попробую написать, во что она переходит. Значит, и так. У нас А квадрат минус 3 А, Б, С плюс Б квадрат плюс С квадрат равно нулю. Да. Значит, и А1 равно А, А, А. Что это? И А1. 3, Б, С минус А. То есть 2. Да. Да ты что? Что, 2 подходит, да? 2, 4 плюс 1 плюс 1 равно 3 раза 2. Волшебство! Вууууу! Можно еще раз взянуть. 1, 2, давай, да. Я сунул двойку наверх. Да, да, все правильно. Теперь 3bc минус а. Ну, теперь быстрее. 3х1х2 минус 1 равно 5. 1, 2, 5. Якобы подходит. Что? Сейчас проверим. 1, 4, 25, 30. Что это? Бэрри, может? Как это работает? А это куда пойдет? Так. 3х2х5 минус 1, да? 3х2х5. 30. Минус 1. 29. Господи, а все решения так получаются или это доказать сложно? Ну, это можно вполне доказать. Тем способом, которым я докажу, что других нет, но я про это не думал. А-а-а. Все или не все? Возможно, и не все. Нам нужны начальные тройки, так сказать. То есть нам нужны начальные тройки, которые друг с другом не получаются. Вот так вот. Да. Вот. Равно 3х2х5х29. Сейчас проверим. Как можно было бы это представить? Так, что такое 29? 841. Да. Плюс 4, 845. Плюс 25, 870. 870. 870, да натурально. Нет, подожди. Денатурально. Тут 10? Да, нет, все правильно. 29 на 3 это 87. Все верно. Все верно. 29 на 3 это 87. Очевидно, да. Все? А-а-хринь, а-а-хринь. Я... Вот такое. Я в афиге. Я в афиге. Я в полном афиге. Вот. Значит, мы доказали. Слушай, ну это вообще, это очень круто. Вот так вот строится, да, и какие-то совершенно непонятные числа. Да. 29 на 5. Значит, мы доказали, что если k равно 1, либо... К равно 3. Или k равно 3. То решение бесконечное количество. То у нас бесконечное число. Да. Точно. Число решения. Кстати, можно оставить зрителям, просто доказать, правда ли, что там одна цепочка или нет. Да, да. Тем же способом, чем я докажу, что. Окей. Теперь что давайте сделаем? Давайте возьмем k, которая хотя бы 4. Вот. И будем доказывать, что для него решения нет. Ну, как это можно увидеть? Как бы не строго. Можно заметить, что тут у нас порядка куба зависимости, а тут порядка квадрата. Да. Вот. Поэтому как бы не очень получается, если мы возьмем очень большие. Но это не строго, да. Это не строго, понятно. 1 и k равно 3. То есть все-таки тут мы как-то извернулись. Ну да, да, да. Кстати, да. Вот. Значит, ну давайте напишем то же самое. Значит, вот у нас наше волшебное уравнение. Каба c на а. Плюс b квадрат плюс c квадрат. Да. Что мы хотим теперь сделать? Мы хотим найти как бы минимальную тройку. Да. То есть мы теперь возьмем, что а больше либо равно чем b, больше либо равно чем c. В обратную сторону теперь, да? Да. И мы хотим найти такую тройку, которая 1 будет меньше. А, чтобы самая маленькая старшая, да? Да, мы хотим получить как бы самую маленькую тройку, которая будет такая маленькая, что мы про нее поймем что-нибудь. Так. Вот. Хорошо, допустим, мы это предположили. Теперь, ну значит, у нас так же, как мы переходим. Да, да. Ладно. Значит, у нас так же написана вот эта штука. Каба c, да. Каба c. И а на а1 это b квадрат плюс c квадрат. Вот, собственно, почему v это, почему поэтому вот это. Да. Теперь, что мы сделаем. Давайте разделимся на два случая. Первый случай, это когда а больше, чем корень из 2 на b. Ух ты. И второй случай, когда меньше. Очевидно, равно быть не может. Ну понятно, да. Вот. Так. А где же натуральное? Так. Рассмотрим вот этот случай. Значит, а больше, чем корень из 2 на b. Что мы тогда можем сказать? Мы можем сказать, что вот здесь, вот здесь. Мы хотим доказать, что 1 меньше, чем а. Ну да. Допустим, что 1 больше, чем а. Да. Б тогда осталось той же, цвет той же. Пусть, пусть а1 больше, чем а. Как бы, если эти два были одинаковые, это меньше, то эта тройка все равно больше, чем та, которая получится, потому что будет одно. Я по сумме упорядочиваю, по сумме. А, по сумме. Упорядочиваю по сумме, поэтому, соответственно, да. Все, ага. Вот, значит, пусть а1 больше, чем а. Тогда, тогда мы получаем, что а1, оно больше, чем а квадрат, но а квадрат, оно, соответственно, ну, мы можем заменить. Мы знаем, что вот эта штука. Давайте даже больше, либо равно вот тут. Так, так, так. Вот, значит, тогда вот это больше, чем а квадрат, но мы знаем, что а больше, чем корень из двух на b, поэтому вот эта штука, она больше, чем 2b квадрат. Да. Вот, ну, а b квадрат, 2b квадрат, это, понятно, больше, чем b квадрат плюс c квадрат. Да. Из, соответственно, вот этого неравенства. И мы получили, что если а1 больше, чем а, то вот эта штука, она больше, чем вот эта. Ой, она должна быть ей равна. Вот. Значит, а1 меньше, чем а. Круто. Это такая не слишком интуитивная, действительно. Абсолютно. Это вообще самый неинтуитивный метод, который мне известен в алгебре. Вот это вот. Просто вообще ни разу неинтуитивный. Вот, но работает. Но работает, да. Офигеть. Хорошо. Значит, а один меньше, чем а. Это пока вот здесь. И значит, вот в этом случае мы можем спуститься вниз. И мы можем спускаться вниз, пока у нас вот это будет выполнено. Но мы не можем бесконечно спускаться, потому что у нас каждый раз сумма уменьшается хотя бы на один. И у нас была какая-то фиксированная сумма в начале. И сумма не отрицательна. Сейчас, а все-таки если вот так? Значит, мы в конце концов придем вот в такую позицию. А. Да, понятно. То есть мы переходим из вот этой тройки. В конце концов, ну либо мы уже докажем. Да, в тройку А1, БЦ, у которой будет вот это выполнено. Потому что иначе мы будем просто бесконечно спускаться, бесконечный спуск. И каждый раз у нас сумма будет уменьшаться. Так, сейчас я пытаюсь понять. Я все-таки чуть-чуть за счет своей. Итак, мы начали с этого. И если вот это верно, то мы уже пришли к противоречию просто. Нет, ну мы не брали минимальную тройку. Но можно взять минимальную тройку и действительно получить противоречие, да. Нет, то есть пусть есть минимальная тройка. Тогда, если бы это было верно, то мы бы пришли к противоречию, потому что построили бы меньше. Да, так, наверное, интуитивнее. А если так, то у минимальной тройки обязательно верно вот это. Да, значит, у нас выполнено вот это, потому что равно быть не может. Да. Вот, хорошо. Что же сделать, если так? Так, что нужно стирать, что не нужно. Мы уже поняли, что у этой тройки, у нее обязательно А меньше корня из уха внушить на В. Да. Так. У минимальной тройки по сумме. То есть вот тут мы имеем, что А меньше, чем корень из двух В. Да, да, имеем. Вот, теперь, давайте возьмем наше слагаемое. Так. Почему мы так переходим? Прыжки Виета. Прыжки Виета. Вот, и попробуем его увеличить. Значит, у нас тут меньше, поэтому мы получаем, что это гарантированно меньше, чем 4В квадрат. Как мы это получили? Мы взяли В квадрат здесь. Заменили вот это на В квадрат. Да. А вот это заменили на 2В квадрат. Да, конечно. Вот. Потому что оно меньше, чем 2В квадрат, на самом деле, если возвести. Да. Вот, дальше. Это должно быть равно, чему? Это должно быть равно КАВС. Да. Вот, но вот эта штука, мы, соответственно, ее можем заменить. Мы можем сказать, что она больше равна, чем КАВ на В квадрат С. Верно. Потому что мы просто А заменили на В. Да, конечно. Вот, значит, чтобы у нас было выполнено равенство, нам нужно, чтобы было выполнено что? Чтобы 4В квадрат больше, чем КАВ квадрат С. Ну, короче, да, все. Ну, отсюда мы что получаем? Мы получаем, что КАВ на С меньше 4. Да. 4, значит, 4 уже не годится. А вот это офигенное равенство. Да. Потому что если КАВ больше, чем 4, то она не достигнела. У нас есть числа натуральных и у нас противоречия. Блин. Вообще жесть. Да. И такое итоговое доказательство. Значит, мы берем любую тройку, которая подходит. Пока у нее выполнено, что А больше, чем корень из 2В, мы делаем вот такой спуск. То есть переходим в следующую тройку, которая меньше. Вот. В конце концов, в конце этого спуска у нас будет выполнено вот это неравенство. И вот при этом неравенстве у нас этой тройки не существует. Ну, значит, у нас не существует и начальной тройки. Ну, да. То есть я бы сделал так. Я бы упорядочил их по сумме. Да. И в каждой сумме упорядочил вот так. Взял самую маленькую. Да. Вот. И в самой маленькой... Значит, в ней вот это. И значит, ее не существует. В ней же А падает вниз. Если А это больше. Если не выполнено вот это, то А падает вниз. Это противоречит. Если А меньше, то мы видим очевидное противоречие. Да. Ну, осталось К равно 2. Все. Все. Только К равно 2. Ну, и осталась единственная штука. Значит, К равно 2. Да. Если. Если. Охренеть. К равно 2. Ну, очевидно, что единственное решение – это С равно 1. Почему? Потому что 2 на 2 – это уже 4. Я понял. Вот это мы писали для произвольного К как раз. То есть, если мы возьмем К равно 2, то у нас тут будет С равно 1. Иначе у нас уже будет больше. Так, а почему же при К равно 1-то у нас получалось все хорошо? Мы взяли С равно 3. А-а-а-а! Блин, да. А при К равном 3 мы взяли С равно 1. Да, так и было. А тут нам нужно взять снова С равно 1. Да. То есть, если К равно 2, то у самого маленького решения, да, или у любого решения? У самого маленького решения. У самого маленького решения. У которого верно. Будет С равно 1. Да. У него С равно 1, да. Но тогда… Да… Тогда… Значит, мы снова напишем, что у нас есть. Плюс С квадрат… А, плюс 1 равно 2… Опа! А, Б. А-а-а-а-а! Все! Очевидно. Значит, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Минус Б квадрат равен минус 1. И чисел ее у нас нет У нас не гауссовые числа Круто! Очень красиво Ну и собственно вот этим же методом Наверное можно доказать сколько там цепочек будет В К равную одному и трем Мне кажется, что по одной Да, понятно, понятно Можно будет сводить к единице и все Да, круто! Просто очень круто! Это, соответственно, у нас тема была И еще задачу бонус дам Значит, дано поле Н на М И некоторые его клетки Закрашены Значит, вот у нас есть Некоторые закрашенные клетки Как-то вот так располагаются Я могу рассказать Лирическую историю Когда-то советское правительство ехало Проверять, как на Фистехе дела В общежитии И когда оно прижало мимо общаги Это общага Фистеха Все окна были погашены Кроме тех окон Которые образовывали неприличное слово Ну да, ну да Правительство устроило разнос И на обратном пути Все состояния всех комнат Поменяли на противоположные Ну давайте еще вот так И значит, какое условие закрашенных клеток Закрашенные клетки не касаются ни по стороне, ни по углу То есть вот если у нас закрашенная клетка То у нее вот такой вот Как в ворском бою фактически Вот Теперь Что нужно сделать Нужно закрасить еще несколько клеток Еще какое-то количество клеток Так Чтобы Во-первых У нас была связная компонента Ну значит, мы проведем вот такие ребра Стандартные По стороне Ну то есть мы скажем Компоненты из чего? Из незакрашенных? Из закрашенных То есть мы как бы вот эти Скажем, что парные По стороне клетки они связаны Ребром Закрасить То есть в частности придется вот здесь И эту и эту, да, закрашивать для этого? Ну не обязательно Теоретически Ну или вот эту и эту Теоретически у нас может быть Например, вот такой Ну да, да Ну в смысле, что нужно путь вот именно по сторонам То есть Мы хотим закрасить некоторые клетки так Чтобы, во-первых, у нас Ну вот мы как-то закрашиваем, допустим Тун, тун, тун Да, да Во-первых, это была связная компонента Вот, во-первых, чтобы она взяла все клетки Так Вот это я от балду сейчас рисую примерно Так Во-первых, чтобы вот она связана А во-вторых, в ней не должно быть циклов То есть, если, например, мы закрасим сейчас вот эту клетку То в ней будет цикл вот такой Да, да Ну или вот так у нас будет вот такой цикл Да А в ней циклов быть не должно Да Вопрос, как это сделать? Сделать дерево из них, да? Да Так Так Как сделать это самым простым способом? Нет, любым способом Просто любым Для произвольной этой самой, да? Задача Очень крутая Очень понравилась мне Клево Но она не программистская Она математическая, да, практически Или нет? Ну, получается, да Получается математическая Вот Прикольно Пока даже понятия нет Спасибо, Мишенька Маткуль, привет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова